Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Ольга Русу. Пользу аромотерапии люди оценили еще с незапамятных времен и используют ее целебную силу по сегодняшний день. Метод аромотерапии раскрыла для себя бизнес-воман Оксана Курленко. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, Ольга! Оксана, расскажите, пожалуйста, как и почему вы пришли к аромотерапии? И что это вообще такое аромотерапия? Я сразу говорю, что я не аромотерапевт и никак на себя не беру эти полномочия. Но как я пришла, у меня был запрос, я его сформулировала конкретно. Мне нужно было закрыть для себя... Я хотела познакомиться с людьми, интересно общаться с ними, с другими, да, то есть выйти немножко за пределы привычного круга. Я хотела найти дело, которое меня снова вдохновит, потому что, ну, знаете, да, что у меня там рестораны, гостиницы, да, и каждый свой объект я начинаю на огромном таком порыве вдохновения. Реально я вживаюсь, я вникаю в каждую там процесс, в каждый шаг, который я совершаю. И постепенно все это встает на свои рельсы, то есть где-то какие-то процессы делегирую, какие-то уходят. Ну и мой фокус внимания уходит на что-то другое. Вот. И с определенного момента очередной мой объект пришел к тому, к логическому такому итогу, то есть он стал работать сам, самоуправляемым стал. Я говорю про гостиницу «Заполярная столица» и про «Аристобар Кочевник». Там работают хорошие управленцы сейчас. И то есть я немножко, откровенно сказать, заскучала. И стала для себя искать применение моей энергии, потому что настоящей бабушкой я еще стать не готова, хотя у меня два прекрасных внука. но, надеюсь, на меня никто не обижается. И был звонок, был звонок от моей подруги. Она мне предложила, говорит, я знаю, ты сейчас в поиске, ты хочешь что-то, ты без конца проходишь какие-то курсы, тренинги, посещаешь какие-то мероприятия, тебе, наверное, это будет интересно. Я говорю, что? Она говорит, это тема эфирных масел. Я говорю, наверное, это не мое. Она говорит, ты просто попробуй, возьми, попробуй ввести это в свою жизнь. Сумма там совершенно незначительная, попробуй. И действительно, 1 сентября я как школьница получаю этот прекрасный подарок, я его вскрываю и начинаю пользоваться. Ну, еще скажу, по жизни я такая отличница, там, перфекционистка, мне нужно все изучить, узнать. И поэтому я начала много читать, общаться с наставниками, те, которые уже давно в этом, в ароматах, скажем так. На самом деле, ароматы это просто так вот, образно говоря. На самом деле, много всего скрывается за этим. То есть, различные виды и косметики натуральные. Это все про натуральность и про экологию. Вот что меня зацепило больше всего, или одно из причин, почему я начала этим интересоваться и увлеклась по-настоящему, это экологичность во всем. Это экологичность производства, экологичность донесения самого информации. И когда я стала использовать протоколы различные использования, то есть, каждое эфирное масло нужно не переиспользовать. Все должно быть очень аккуратно, очень постепенно. И вот когда я начала, я стала изучать протоколы различные. То есть, проводить там системы детоксикации организма, системы ароматических процедур, спа-процедур. И какие-то вопросы задавать ментального порядка, эмоциональные какие-то вопросы решать. Я почувствовала себя настолько энергичной, настолько мне стало понятно. Вообще, даже смысл существования нашего стал понятен. Ну, своего я не берусь там за глобальные какие-то, это все я очень аккуратно. А для себя я получила многие ответы. И мне стало проще, интереснее и кайфовее, что ли, жить. То есть, понимаете, то есть, когда ты каждый день общаешься с интересными людьми, которые сами тебе звонят, сами приходят. Или я, не имея теперь ложных какой-то скромности или комплексов, я могу позвонить там человеку, с которым мы 10 лет не общались, 15. И мы с ней говорим про жизнь, мы просто утопаем в этом разговоре, нам очень интересно. Мы общаемся и находим точки соприкосновения. А как вообще происходит вот сама терапия, ароматерапия? Да, как это происходит и для чего она нужна? Да, ну вот каждый в этом находит свое. Я нашла общение, допустим. Я нашла сам процесс оздоровления экологичный. То есть, как происходит, ну, например, есть протокол детоксикации. Это мы начинаем вот день со стакана воды и одной капли эфирного масла лимона. Да, то есть не просто лимон, а эфирное масло, где в тысячу, в десять тысяч раз увеличена концентрация силы растения. И мы ощущаем на пятый, на седьмой день, ну, я для себя как-то семидневные такие вот этапы замечала, приходит бодрость. То есть спишь меньше, ну, или спишь, так как это, естественно, для организма, там, 7, 6, 7, 8 часов, но ты бодр, полярная ночь не ощущается, что очень актуально для нас. Если масло апельсина достаточно поставить в диффузор, да, это просто будет увлажнять воздух и приятный аромат разносится. Многие даже его не ощущают как аромат, но в лимбическую систему мозга попадает через 23 секунды вот эти пары и начинают там какие-то пазлики складывают. И у меня вот дочь, например, она одна в классе не болела, да, она пользуется маслом апельсина, он ей придает, ей бодрость, яркость сознания, возвращает клет у нас, да, и определенное масло, которое, ну, отпугивает бактерии, скажем так, какие-то, мы даже в самолет с ней садимся, мы на маске, поскольку они обязательны, мы наносим определенное масло, да, оно приятно пахнет, и мы чувствуем себя защищенными. Есть масло мяты, которое придает ясность сознания, складывает, ну, мысли все такие становятся упорядоченные, ты понимаешь, что такое здесь и сейчас, да, ты перестаешь бояться полета в самолете или там каких-то катаклизмов в мире, ты начинаешь, оно помогает при укачивании, это масло мяты, очень яркое, сильное, можно добавлять эти масла в какие-то продукты, мусс мы делаем творожный, добавляем туда одну сотую капельки мяты, и получается такой свежающий, прекрасный вкус. Вот это только несколько маслов, а есть масел, есть, например, масла, которые дают нам запах Рождества, и в то же время тоже масло СИВС, да, это воры переводится, точно так же помогает нам не заболеть, помогает, если уже заболел, поможет вылечиться, достаточно там помазать стопы или подышать в диффузоре, или по позвоночнику, ну, то есть есть протоколы, и их достаточно много. Используя их, можно заменить аптечные какие-то методы решения таких вот проблем, натуральными, натуральными, экологичными. А есть какое-то масло, ну, как говорят, твой запах, да, твое, да, как это проявляется, как вот понять, что это масло, это твое, твой запах? Ну, вот знаете, вот я сейчас уже у меня, наверное, 30, может быть, 35, не пересчитывала, честно, и я вот смотрю утром, чем бы я хотела, да, сегодня пахнуть, и это будет либо масло розы, да, оно высоковибрационное, замечательное масло, которое, либо масло герани, как это высоковибрационное, да, это значит, оно работает на высоких частотах, то есть оно проникает в каждую клеточку организма и помогает, и помогает вот ответить на то, вот что мы сейчас хотим услышать. То есть это не прямо приходит ответ, ну, масло розы, оно придаст нам женственности, оно поможет коммуницировать с окружающим миром. Вот это звучит немножечко так высокопарно, но это правда происходит так, а я на себе это ощутила. Оно поможет, ну, про масло розы можно вообще много говорить, на самом деле к нему вот сразу нельзя прийти, то есть нужно пройти определенную детоксикацию организма, немножечко попроще масла, которые не настолько высоки, открыв бутылек с маслом розы, оно очень мало кому нравится, на самом деле, вначале, кажется, пахнет оно, ну, в общем, нехорошо. И это говорит о том, что, наоборот, надо с ним поработать. Значит, какие-то блоки у нас остались, какие-то там, ну, вот эта вот скромность, закрытость, закомплексованность, какие-то, ну, старые комплексы сидят в нас. Может быть, мама когда-то говорила, что ты недостаточно хороша, да, или там одноклассники булили, да, или как вот это называется. И вот эти вот комплексы, мы с ними не проработали, и вот масла помогают, они помогут раскрыться и убрать, и двигаться дальше человеку. Вот есть масло герани, то есть я выбираю под запрос. Масло розы, конечно, трудное такое, оно тяжелое, но есть масла, например, Белив, да, я его с удовольствием... Вот перед этим интервью я использовала масло Белив, я им подышала, я нанесла его на запястье, да, вот что считается протокол, и оно придает веры, веры в себя, уверенности. Мне гораздо легче строить эти фразы, да. Это произошло буквально вот я с 1 сентября, сейчас у нас что, ноябрь, я с удовольствием... Я понимаю, как это работает сейчас. А как это работает? Вот я слушаю, вот как это, что должно происходить? Ну, нужно использовать, просто, ну и в комплексе, конечно, то есть, ну я вот вам говорила, лимон с утра, да, потом в диффузор у меня идет мята, допустим, утром, хочется мне быть бодренькой мята. Если ладан, масло ладан, не церковное, такое из дерева, из произрастания, по-моему, в Канаде, вот, он дает тоже там 147 частота, мегагерт, правильно я сказала вот этот термин, вот, он отвечает на вопросы, вот, ну не прямо, а косвенно. То есть, я перед выходом на прогулку, рано утром я выхожу, я обязательно его подышу, да, вот, подышим, и я сформулирую какой-то вопрос, например, что мне нужно сегодня сделать, чтобы день прошел прекрасно, да, что мне нужно сделать, чтобы, ну, брать какой-то вопрос, разрешить трудный какой-то момент в моей жизни, да, что мне мешает чувствовать себя счастливой, скажем так. То есть, вот эти вот вопросы я формулирую и гуляю наедине с природой, там, с собакой или с природой, и в течение дня приходит ответ таким или иным образом. То есть, он до такой степени получает, либо звонок идет входящий, либо я сама легко, непроизвольно поднимаю и звоню человеку, с которым я не общалась несколько, там, 10 лет, просто мы с ней, ну, с этим человеком нехорошо как-то там расстались, и мне это, оказывается, мешало. То есть, после этого мне вот дышится легче, понимаете, это на самом деле, нам кажется, что, ну, и забыла, ну, и ладно, ты глаза отводишь в магазине, встретив этого человека, да, а на самом деле это, ну, стопорит нас, да, или там приходит идея, мы, например, раньше мы там, чтобы нарядить наши гостиницы и объекты к Новому году, мы всегда в захлеб, в запарке, в последние там моменты. А сейчас, когда я начала, вот я уже к концу сентября, в начало октября я всех зарядила, и мои все, ну, просто потому что мне энергию куда-то надо выплескивать. И я говорю, девочки, мальчики, делаем то-то. Они, да, нет, ну, давай. А давайте вот так попробуем, давайте. И они смотрели, как я стройнею на их глазах, да, потому что у меня ушло легко там 5-7 килограмм за вот месяц, но это просто произошло. Как я, ну, мне не надо себя заставлять заниматься йогой, я просто встаю и делаю, и это, естественно, встроило свою жизнь, потому что комплекс вот этот работает, да. То есть начинает организм работать, как часы, уходят какие-то высыпания, кожа меняется. Мы же проводим еще аромаспо-вечеринки с девушками, да, после которых все уходят там с великолепной кожей, и, главное, она не убаюкивает, да, после... Ну, как обычно, в баню ходишь, сходишь, хочется полежать, что-то. А тут, наоборот, мы после наших диалогов, мы приходим домой, нам хочется горы свернуть. Мы там, девчонки звонят, да я тут убираюсь, да я тут... Теперь я дом свой чистить. Расскажите, как вечеринки-то проходят. Арома, спа-дивишники. Это что вы делаете? Что мы делаем? Мы, значит, я себя чувствую в этот момент такой хозяйкой-банщицей, да. Я выдаю всем комплекты банных принадлежностей, прошу с собой взять только минимум каких-то индивидуальных. И на этот момент мы отключаем гаджеты полностью, мы создаем полумрак такой небольшой с девочками, включаем диффузор, ну, выбираем, обычно это, чтобы пахло там имбирем, корица с чем-то таким вот. Вот, потом в бане мы, в парилке непосредственно мы включаем, брызгаем на стены только на дерево масло кедра, ну, раствор масла кедра и эвкалипта. Кедр нас раскрепощает, он заставляет нас чувствовать себя разговорчивыми такими, открывает душу. Мы зачастую, женщины, не все знакомы между собой. Сначала комплексовали, ну, они едят, но когда приходят, все, все барьеры скрыты, все мы женщины, все мы одинаковые, как правило, в сути своей. Мы общаемся в парилке, мы несколько раз заходим в эту парилку, потом мы делаем скраб из морской соли с маслом мяты, после которой опять хочется в парилку, нам холодно, потому что мята, она очень хорошо охлаждает, вот, я думаю, летом мы это все используем. Вот, потом мы делаем маску Клеопатры обязательно, то есть это три масла, Капайба, Ладан, Лаванда, мы наносим на лицо и сидим такие, ну, друг другу делаем какой-то массаж примитивный. Как-то раз даже вызывали массажистку, нам делали вот шейно-плечевой, любимым маслом, там мы герань наносили, или Ланг-Иланг, это масло же, известный афродизиак, и я думаю, что берегитесь наши мужчины после этого. Я думаю, мужчины сейчас все слушают очень внимательно. Да, и Ланг-Иланг, о, это да, это сила. Вот, есть и очень ресурсные духи еще называют, то есть ароматерапии тысячи лет, это же пришло к нам с Египта, и сейчас в России возрождается, а что творится сейчас в Италии, да, или в Америке, или во Франции, там просто бум на это. Ну, и этот тренд докатился до, слава богу, и до Нарьенмара. Но для меня тут не только вот сама, у меня повысилось качество общения просто многократно, потому что люди, которые просто даже способны про это услышать, они уже другие, понимаете. Некоторые люди, ну, им, ну, во-первых, многим не хочется говорить, и в это сообщество приглашают тех, с кем ты созвучен, кто тебе нравится, симпатичен, а некоторым не хочется про это говорить, а некоторым, говоришь, стекленеют глаза, и ты понимаешь, что он еще, ну, ну, нельзя так говорить, не дорос. Ну, как бы он не твой, не твой. Он не готов, он не твой просто, ну, не то. А многие, ну, причем абсолютное большинство, они просто, ну, мы начинаем, мы обнимаемся после первой встречи, мы как будто бы нашли родственную душу. Так здорово. И приходит жизнь, у меня пришли какие-то танцы, меня пригласили на, вот, у нас есть травушки, да, я сюда, да, говорю, жизни, да. Меня пригласили на рисование нейрографикой, да. Я давала несколько раз интервью итальянцам, ну, сидели с переводчиком, и меня, ну, как-то так заметили, я общалась там, приезжала в Екатеринбург, я там, ну, там огромное сообщество, Москва, Петербург, Екатеринбург, там просто что творится. В Архангельске не попасть на аромовстречи, какой-то идет сейчас вот спиралеобразное такое, ну, вот мы возвращаемся к натуральному, к истокам. Расскажите про детокс, вот, что у себя включает детокс, что это такое, как можно, я вот сижу и думаю, как можно при помощи масла очистить организм? Да, здорово. Ну, во-первых, это 4 вебинара, которые мы прослушали, ну, я обычно все слушаю фоном, в машине, там на ускоренном, мне всегда некогда, ну, некоторые приходят по дворам слушать, вот. Там один вебинар водный, действительно, что нужно исключить на период детокса всего лишь молочное, молочное, хлебобулочное и сладкое. И добавить молочное, да, как ни странно, в любом виде, ну, это на месяц, допустим. Вот, использовать масло лимона, потом использовать еще 3 масла для детоксикации, для вывода паразитов, да, мы же знаем, вот у вас дочь тоже медик, да, наверняка ей это все известно. И я, раньше я проводила чистки, где-то 4 раза, я была в хороших санаториях за границей и под Москвой, то есть это не очень приятно. Это как бы физиологично, наверное, но это все равно насильственно, да, то есть тебя сажают на диету строгую, да, на воду и чистят организм всякими такими аппаратными методами. Причем, ну, за границей это более щадящее, но это дорого. Тут этот детокс происходит естественно, потому что это натуральный, ну, совершенно продукт, и безболезненно все происходит, конечно, и приятно, и ты в процессе, тебе не надо никуда отвлекаться. Все, вот исключая вот эти 3 продукта и добавляя эфирные масла, и непроизвольно добавляется энергия, то есть ты начинаешь энергично больше двигаться, больше говорить, то есть происходит трата энергии, уходят килограммы. У меня есть такие кейсы уже, ну, то есть я помогаю некоторым людям, вот в Старом Осколе у меня таких несколько человек, я оттуда из Старого Оскола, и там просто рекорды девочки показывают, то есть 7 килограмм за 3 недели, и глаза горят, и внешне смотришь ее фотографию месяц назад, ты смотришь сейчас, просто земля и небо. Это потрясающе, это потрясающе. И здесь, девчонки, на детокс, но это нужно, это образовательная программа. А следующий вебинар, там есть, как ни странно, про очистку дома, то есть пока не очисти, дома, территории, где ты работаешь, пока не очистишь вот весь шлак, пока не выкинешь мусор из, ну, что-то, вещи, которые уже тянут из тебя энергию, да, которые тебе не приносят радости, как ни странно, ты не начнешь в стране. То есть детокс всех сфер жизни своей. И а люди токсичные при помощи моих дорогих масел уходят сами собой. То есть есть масло, такое красивое название, Purification, чистит и от плесени, и от какой-то загрязнения помещения, да, с ним очень приятно мыть полы и протирать пыль. Но кроме этого, если включать его в диффузор, уходят токсичные люди. Ну, очищаются. Как это происходит? Человек не может по-моему переступить. Ну, я не знаю, кто может это. Нет, он, конечно, переступит, но почему-то у тебя не найдется времени с ним общаться. И ты можешь сказать нет при общении. Это все происходит, я это вижу, что безбоязненно ты перестаешь просто, ты заменяешь, видимо, положительную энергию, притягивается, а что-то то, что тебя сосало, ты понимаешь, что это уже не то. Ты уже не будешь с этим. И Purification, кто уже его попробовал, начинают его снова заказывать и заказывать, потому что так работает. Он очень приятно, он такой резкий, там лемонграсса много, он такой очищающий запах, тоже очень позитивный. И вот когда дома пыль протираешь с ним, с одной капелькой всего вот в какой-то сосуд пыль, и хочется тереть, и тереть, и тереть, и трудно остановиться. Ну, потому что он энерго такой эффективный. А сейчас вот очень актуально укрепление иммунитета, да, вы в самом начале затронули эту тему. Вот что делать для укрепления иммунитета, и как это работает? Утро с лимоном. На самом деле лимон, вот я родителям, конечно, первым делом, после того, как сама познакомилась, я приобрела благо, там у мамы было через полтора месяца, день рождения у дочери, у моей. Я тут же им подарила, вот искренне от себя, чтобы они укрепляли иммунитет и становились более бодрыми, энергичными. И мама тоже делает напитки с лимоном, также там есть такие масла, как апельсин. Ну, я вот уже их называла. Это все просто нужно в комплексе. И иммунитет, то есть, естественно, начинает укрепляться. Когда ты заменяешь химические какие-то вещи, то есть, ну, что иммунитет? Иммунитет – это энергия, это организм чувствует себя правильно функционирующим. Так ведь, да? То есть иммунитет – естественная защита организма. Можно еще использовать различные БАДы, добавки, да, в которые тоже входят натуральные ингредиенты, и они будут защищать организм. То есть, ну, нужно защищаться… Вырежете это? Можете, да? Да, конечно. Вот. Комплексно, наверное, да? Да, нужно защищаться комплексно, обязательно комплексно. И все получится. То есть, добавить спорт в свою жизнь. И он… Вот видите, как только начинаешь проводить детоксикацию организма, тут же приходит больше энергии, да? Ты начинаешь стронять, начинаешь больше двигаться. Начинаешь больше двигаться, начинаешь… Интерес к жизни появляется. Начинаешь что-то дополнительно изучать. Изучать начинаешь дополнительно, опять принимаешь масла уже в каком-то другом, используя другой протокол. И вот это вот все вот так вот по цепочке развивается, и ты с каждым разом все выше и выше оказываешься. Ну, получается, что вот если ты пользуешься ароматерапией, то все домашние твои вовлечены тоже в этот процесс, правильно? А, хороший вопрос. Правильно или нет? Правильно. Конечно, да. Все домашние вовлечены, у всех пара… Честно скажу, мой супруг не… Ну, пока еще не принимает это полностью, но, по крайней мере, он уже это не отвергает. То есть я ему сегодня поставила диффузор в автомобиль, он такой очаровательный, красивенький, набрызгала туда масло лимона, вот, чтобы его оберегал, и чтобы он был бодрым, потому что в понедельник, я представляю, какие у него стрессы после воскресенья, да, чтобы он был энергичен, и чуть-чуть капельку мяты, чтобы он, ну, ясность сознания у него появилась. Он сразу, не обязательно, что это почувствует он, но, по крайней мере, у нас дом, два этажа, на каждом доме, на каждом этаже у меня стоит диффузор, да, где-то я использую вечерние ароматы, это лаванда, стресс-эвэй, очень замечательно. То есть я обязательно дочери делаю массаж, она уже бежит ко мне, мама, у меня сегодня вечерний массаж, и я ей с маслом лаванды, или стресс-эвэй, или пановэй от боли, да, какой-то там от, ну, вообще мышечные спазмы снимает очень хорошо, я ей делаю обязательно массажик, и она, и я чувствую себя, что я ее, ну, да, целый день меня не было дома, но хотя бы это я ей подарила, мы с ней приятно поболтали, и нас масло это объединило. Лаванда это вообще мама, она про то, что она помогает ей чувствовать себя защищенной, она будет напоминать, пока она будет засыпать, она ей будет напоминать о маме. Ну, специфический запах у лаванды, на самом деле, вот, потому что, ну, не знаю, сложный такой вот, сложный, да, ну, не знаю, одно из самых популярных масел, я всегда удивлялась, почему лаванда расслабляет, вы можете быть лаванду, которая вот растет, она другая, а вот в концентрации, это запах прямо прекрасный духов, и можно попробовать потом будет. А есть масла женские, есть масла мужские, или нет, ну, мужские это, ну, я люблю мужские масла, обожаю, почему, потому что я бизнес-вумен, вы вначале сказали, да, мужские масла традиционно, это про деньги, про деньги, про силу, про это ветивер, да, ветивер вообще входит в состав очень многих мужских духов, ветивер это вообще изобилие, изобилие, такое позволение себе предметов роскоши, то есть если ты с ним работаешь, и он тебе не очень приятен, это говорит о том, ну, как работаешь, нюхаешь, и мы уже говорили, он пахнет деревом, это изумительный запах, и я с ним несколько раз просто, поработав с ним чуть-чуть, да, нанеся его, мне тут же заказы какие-то приходили, мне даже звонили, мы нашли 50 рублей, ну, ну, пока это все в шутку воспринимается, да, там, ну, вот поработали, вселенная услышала, и так вот произошло, на самом деле масла работают с подсознанием, поэтому оно гораздо богаче нашего сознания, поэтому, поэтому мы не знаем, как они работают, но, но то, что это происходит, потом мужские масла, почули, дерево, да, тоже почули, это тоже денежный эктрактант считается, да, то есть работая с этим маслом, ну, вот буквально сегодня я с молодым человеком, предпринимателем, он пришел, он еще хочет почули, он говорит, я, это работает, он прям не так сидит, это работает, и я вижу, как он начинает себя по-другому тоже, он два месяца, по-моему, с нами, начинает себя по-другому презентовать, даже в социальных сетях, то есть я вот это вижу, и я понимаю, что действительно работают его, и жене его нравится, и детям начинают к ребенку применять. А к ребенку с какого возраста можно масла? Где-то с полугода, не раньше, да. Там есть какие-то определенные детские масла, или тоже? Есть, есть, китс, есть масла детские, да, есть, конечно, можно, ну, в меньшей концентрации, конечно, ну, лучше аккуратненько, не нужно, дети же у нас, пока еще они с хорошим иммунитетом, младенцы гораздо сильнее, они еще не, не зашлакованы, да, есть, тем более, если они на грудном скарбливании, вот, поэтому есть, есть женские масла однозначно, есть мужские, белиф, белиф это двух полов масла, это вера в себя, есть масло амбуданс, это тоже изобилие, туда входит тоже пачули, оно очень такое яркое масло, вот это амбуданс, это тоже изобилие такое, и может. Ваше любимое масло какое, самое любимое, которое вот, сто процентов ваше? Вообще не знаю, нет, не могу сказать, наверное, роза, герань, вот у меня сейчас масло Джой, это такой, как духи, там много иланг, иланга, но оно обалденно, трансформационное, то есть, ну, я с ним, с маслом, а масло герани, наверное, шикарное, с ним каждая женщина ощущает себя красоткой, даже если она стала утром не накрашенной, там, или что-то еще произошло, но чуть-чуть подышав этим маслом герани, это не та герань, не из подоконника, это невероятно мягкий, чувственный такой, нежный-нежный аромат, и ты кажешься себе просто красоткой, вот внутри, да, и тебе не нужно никому ничего доказывать, тебе не нужно, там, думать о пластике, о какой-то там, красивой одежде, вот именно сейчас, а ты просто чувствуешь себя, тебе помогают нести вещи, тебе начинают за тобой ухаживать, вот, потому что это такое, такое невероятное, да. Оксана, наша программа к концу подходит, чтобы вы посоветовали нашим телезрительницам, ну, с чего начать, для себя, если кто-то захотел вдруг познакомиться, с маслами, с чего начать, что для себя открыть? ну, вообще, можно бесплатно, кстати, подключиться на курсы аромологии, это для этого должна быть телеграм, доступ в канал телеграм, и программа чатиум, там бесплатно, совершенно, можно послушать, как провести детокс, как там можно с минимальным набором масел, но постройнеть к Новому году, мы еще успеем, всего 4 недели, я с удовольствием предлагаю наставничество в этом плане, потому что, я говорю, мой основной бизнес уже меня не так сильно, все работает само, и мне очень интересно наблюдать, как люди преображаются, хорошеют, и становятся увереннее в себе, и богаче, поэтому и богаче. Спасибо, Оксана, спасибо, что пришли к нам, спасибо, что нашли время. Спасибо, спасибо. А я напоминаю, наша программа подошла к концу, мы говорили об естественном укреплении иммунитета при помощи ароматических масел, и гостем нашей студии стала бизнес-вумен Оксана Курленко. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok